Это пульс дня по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Автомобили с его фамилией на капоте можно увидеть в любой точке планеты. Считается, что именно он изобрел сборочный конвейер и сделал автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Генри Форд оказал влияние на образ жизни США и всего мира в 20 веке. Он родился 30 июля 1863 года на семейной ферме в штате Мичиган. Был старшим ребенком семьи, уважаемого фермера, но не хотел продолжать дело отца. С раннего детства интересовался всевозможными механизмами. В 12 собрал паровую турбину в коробке из-под пищевой соды, использовав механизм настенных часов. Потом попробовал сделать паровую турбину в школе. Турбина взорвалась, обгорел школьный забор, построил водяное колесо, затопил соседскую картофельную грядку. Получив в подарок на день рождения карманные часы, изучил их устройство и затем стал за небольшую плату чинить сломанные часы для всей округи. Не имея нормальных инструментов, использовал заточенный гвоздь вместо отвертки, а пинцет сделал из пластинок маминого корсета. В 16 лет Генри приехал в Детройт, 6 дней проработал в мастерской по ремонту конок, затем работал в мастерской, принадлежащей другу отца. 60-часовая рабочая неделя, зарплата 2,50 в неделю, примерно 70 долларов на современные деньги. Из города пришлось вернуться в родительский дом, чтобы накопить денег на свадьбу. Для этого отец купил ему участок земли под лесопилку. В 1891 Генри Форд вместе со своей женой Кларой переехал в Детройт. В 1893 у них родился сын Этсел. В Детройте Генри Форд устроился на работу в Edison Illuminating Company, занимался обслуживанием правых двигателей. За два года он продвинулся с инженера подстанции до главного инженера. Зарплата выросла. В свободное время вел курсы для механиков в ассоциации молодых христиан. Кирпичный сарай на заднем дворе Генри превратил в мастерскую. Новым увлечением Форда стал бензиновый двигатель. 6 марта 1896 года произошло историческое событие. Газета Detroit Free Press описывала его так. Вчера поздно вечером, а улица города, можно было увидеть первую безлошадную повозку. Ее изобрел житель Детройта Чарльз Кинг. Она проехала по Вудворд-авеню примерно в 11 часов. Машина работала исправно и двигалась с постоянной скоростью 5-6 миль в час. Генри Форд ехал на велосипеде за машиной Кинга. Три месяца спустя Форд испытал свою безлошадную повозку. Он решил делать не коляску без лошади, а усовершенствованный четырехколесный велосипед. Далее цитата из автобиографии Форда. «Мне нужно было выбирать между работой и автомобилем. Я выбрал автомобиль. На самом деле, никакого выбора не было. Я уже знал, что автомобиль обречен на успех. Я уволился с работы 15 августа 1899 года и занялся автобизнесом». Торговец лесом Уильям Мерфи сам вложил деньги в разработки Форда и привлек своих знакомых в качестве инвесторов. 5 августа 1899 года была образована Detroit Auto Mobile Company. Форд был назначен управляющим с зарплатой 150 долларов в месяц и получил пакет акций фирмы. На старом месте работы ему предложили 160 в месяц, чтобы удержать ценного специалиста. Не удержали. Первой разработкой стал фургон для доставки грузов. Спрос на него оказался так высок, что фирма не успевала выполнять заказы. Качество продукции упало, клиенты стали отказываться от заказов. В конце 1900 года компания обанкротилась. Когда Форд делал первые шаги в автомобилестроении, Александр Уинтон уже вовсю торговал автомобилями, которые называл гоночными экипажами. В 1898 он продал 22 машины. Генри Форд тем временем сконструировал гоночную машину, способную развивать бешеную скорость почти 60 миль в час. 10 октября 1901 года его автомобиль выиграл гонки, обойдя лучшую гоночную машину фирмы Уинтона. В ноябре того же года была образована новая фирма. Мерфи по-прежнему его главный инвестор предлагал создать автомобиль, который можно было бы продавать за 1000 долларов. И даже пригласил для разработки этого автомобиля консультанта со стороны. Форд был в бешенстве. В 1902-м Форд познакомился с торговцем углем Александром Малкомсоном и заинтересовал его идеей делать дешевые автомобили и продавать их в больших количествах. Малкомсон выдал 3000 долларов аванса и пообещал дальнейшее финансирование проекта по постройке Форд Мобиля. Малкомсон решил, что компании не нужно собственное производство, все детали можно закупать на стороне. А собирать Форд Мобили можно в любом сарае. После этого продавать их и расплачиваться с поставщиками комплектующих. Братья Додж готовы были поставить 650 шасси по 250 долларов за штуку. Другие комплектующие затраты на рекламу доводили общую сумму расходов до 350 тысяч. Продавая автомобили за 750 долларов можно было получить 552 тысячи долларов за вычетом расходов на производство и сбыт. В этом бизнес-плане было одно слабое место. У Малкомсона не было 350 тысяч. У него не было даже 10 тысяч аванса, которые требовали братья Додж. Бестороннего капитала было не обойтись. В арендованной мастерской конных экипажей на Мак-авене в Детройте в июне 1903 года был собран первый автомобиль. Модель A. Базовая цена модели составляла 850 долларов. Только за третий квартал 1903 года фирма продала 195 автомобилей. Чистая прибыль составила 36 тысяч 957 долларов. Акционерам были выплачены дивиденды. В следующем году компания построила новое здание на Пикет-авеню и перевела производство туда. В 1919 году Форд получил полный контроль над Форд Мотором. Его сын Эцел занял пост президента. Форд Мотор продолжал расти. В 1913 году был построен новый завод в городе Хайленд Парк в пригороде Детройта. Крупнейший завод в мире и первый с движущимся конвейером. Каждый стоявший у конвейера рабочий выполнял одну простую операцию. Для Форда была очень важна экономия. Черная краска на конвейере высыхала быстрее всего. Время сборки автомобилей постоянно снижалось. 12,5 часов 10-6. Рекорд для модели Ти 93 минуты. Чем быстрее идет сборка, тем больше можно произвести автомобилей. Тем ниже можно поставить цену и проще продать. Модель Ти стала самым популярным автомобилем в мире. Почти каждым четвертым на планете, почти каждым вторым в Соединенных Штатах. В 1913 такая машина стоила 550 долларов, в 1915 440, а в 1920 290. Форд уверял, ни одна машина ценой свыше 2000 долларов не предлагает ничего большего, кроме декоративной отделки. Автомобиль Форда стал доступным средней семье. Модель Ти выпускалась до конца 1927 года. Всего было выпущено 15 миллионов машин. На смену модели Ти снова пришла модель А, но уже новая образца 1927 года. И покупатели получили возможность выбирать цвета. В 1928 начал работу заводской комплекс «Ривер Руж» в Дирбурне, самой крупной для того времени. Международная экспансия компании Форд началась еще в 1904 году с открытия дочерней фирмы в Канаде. В 1917-1925 годах заводы компании появились в Великобритании, Ирландии, Франции, Дании, Германии, Австрии, Аргентине, Японии, Южной Африке, Австралии. Работа на фордовских конвейерах была монотонной, скучной, но высокооплачиваемой. В 1914 году Форд поднял минимальную зарплату квалифицированных рабочих до 5 долларов в день, примерно вдвое выше средней зарплаты по стране. Чтобы получать такие деньги, нужно было проработать на заводе Форда более полугода, а также жить в соответствии с утвержденными компанией принципами. Не увлекаться алкоголем и азартными играми, содержать свое жилье в чистоте, следить за тем, чтобы дети ходили в школу, откладывать деньги на счет банки. За соблюдением правил следили специальные инспекторы. В 1926 году для рабочих Форда была введена пятидневка. При этом Форд упорно боролся против появления профсоюзов на своих предприятиях, считая, что те заинтересованы в снижении производительности труда ради высокой занятости. Мешать рабочим бороться за свои права должна была служба безопасности завода, во главе которой стоял бывший боксер Гарри Беннетт. Беннетт и его подчиненные занимались запугиванием и слежкой за профсоюзными лидерами и их сторонниками. В 1937 произошла печально прославленная битва на переходе, избиение Беннеттом и его подчиненными членов Объединенного профсоюза рабочих автомобильной промышленности, раздававших листовки у заводской проходной. Форд грозился закрыть компанию, но жена убедила его не уничтожать семейный бизнес, перегрозив разводом. Он уступил и пустил профсоюзных деятелей в свою отчину. Годы Второй мировой войны заводы Форда перешли на производство военной техники, выпустив 390 тысяч танков и армейских грузовиков, 270 тысяч джипов, более 8 тысяч самолетов Би-24. В 1943 году умер от рака Эцел Форд. Генри Форд скончался 7 апреля 47 года в возрасте 83 лет. Новым главой компании стал его внук Генри Форд II. Винсент Курсио, биографии Форда, вышедшие в издательстве Оксфордского университета, пишет, с 1913 по 1947 год Генри Форд заработал около 139 миллионов долларов, из которых порядка 37 потратил на благотворительность. До 1956 года все акции компании Форд принадлежали семье Форд. Еще в 1936 в избежание громадного налога на наследство был создан Форд Фундейшн. До самой смерти Форд сохранял хорошую физическую форму. Он любил повторять, жизнь это не остановка, а путешествие. Даже тот, кто думает, что он остановился отдохнуть, по всей вероятности катится вниз. К слову, задолго до победы бизнесмена Трампа на президентских выборах Форд тоже попытал удачу на политической арене. К сожалению, президентская гонка в 1924 году была скучна, да и сам Форд не горел желанием стать президентом. И хотя его желание участвовать в выборах действительно стало национальной сенсацией, Форд вскоре выразил свою поддержку кандидату от республиканцев, а сам гонка покинул. Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.